Принцип состязательности повышает мастерство Принцип состязательности повышает мастерство Звание ударного подразделения нужно уметь не только завоевать, но и удержать Сегодня день войск РХБЗ Контрольные занятия в ходе итоговой проверки позволяют достаточно объективно оценить уровень подготовки личного состава подразделения и частей Но квинтэссенция достигнутого за год результаты, показанные на недавних осенних учениях Именно через этот экзамен пришлось пройти роте специальной обработки капитана Валерия Коржева, чтобы в третий раз подтвердить наименование ударное На специальном учении в рамках сдачи контрольной проверки подразделение действовало в составе батальона Испытание серьезное на полигоне пришлось действовать в обстановке, максимально приближенной к боевой Солидным стал и масштаб мероприятия К участию в учении привлекались свыше 500 военнослужащих войск РХБЗ и других подразделений Более 100 единиц военной и специальной техники По разработанной вышестоящим штабом легенде в ходе маневренной обороны танковый батальон подвергся авиационному удару с использованием оружия массового поражения Под прикрытием огня артиллерии он был выведен с передовой и направлен на пост дозиметрического замера для классификации степени заражения техники танков Т-72Б3, а также их экипажей Стоит отметить, что военные химики создали уникальную систему замера, пропуска и очистки личного состава, вооружения и техники в полевых условиях Были задействованы авторазливочные станции Арс-14КМ, установки специальной обработки УСА, а также тепловые специальные машины ТМС-65У Менее часа потребовалось, чтобы танковый батальон прошел спецобработку и смог приступить к выполнению поставленных командованием задач В числе отличившихся в который раз оказалась рота капитана Валерия Коржева Два года подряд она носит звание ударной и на завершившемся специальном учении сделала весомую заявку, чтобы и в третий раз подтвердить столь высокий статус Что позволяет уверенно действовать в самой сложной обстановке и показывать стабильно высокие результаты В числе определяющих факторов не только тщательная подготовка мероприятий плановой боевой учебы и использование с полной отдачей каждого учебного часа, но и постоянное внимание развитию состязательности среди личного состава Капитан Коржев считает, что очень важно сделать само занятие по тому или иному предмету боевой подготовки по-настоящему интересным и отсюда, как показывает практика, эффективным Если же оно будет организовано для галочки и проводится скучно, то и подчиненные это почувствуют ни о каком здоровом соперничестве и тогда не может быть и речи Когда командир формально подошел к подготовке и на самом занятии не сумел расшевелить людей, значит, и они будут отбывать номер Поэтому первый шаг заранее продумать, как за счет самой организации поддерживать дух состязательности Более того, как мне рассказали, речь идет ни много ни мало об азарте среди специалистов и экипажей Все это нацелено на конечный высокий результат Приоритет отдается полевым выходам, где в этом плане особенно широкий простор для инициативы Есть много способов сделать занятие насыщенным и пропитанным духом соперничества Нередко даже расстановка по учебным точкам имеет значение К примеру, когда рядом оказываются и одновременно отрабатывают норматив потенциальные соперники Тут руководителю занятия не грех кого-то и подзадорить, дескать, не ударьте в грязь лицом вам тоже многое по плечу Правда, делают в роте это корректно, чтобы у людей не опустились руки Сразу ведь обычно мало что получается, и если подчиненный споткнулся, главное, чтобы у него нету У него было желание подняться В роте, да и в батальоне никогда не забываем отметить малейший успех солдат, сержантов или офицеров Рассказал начальник штаба батальона майор Александр Мерковский На нынешнем учении вновь показали свой высокий уровень подготовки командира отделений Старший сержант Сергей Купреев и сержант Алексей Генералов В батальоне особо выделили уверенные действия молодых офицеров, для которых прошедшее учение важнейший этап в командирском становлении Так, немало полезного для дальнейшей службы подчеркнул выпускник военной академии РХБЗ нынешнего года командир взвода специальной обработки лейтенант Григорий Петров Еще один лейтенант Владислав Забоев окончил этот вуз в 2018-м И, хотя уже успел зарекомендовать себя с лучшей стороны Он также получил еще одну прекрасную возможность проверить себя и подчиненных в деле В последние годы боевая подготовка по насыщенности и разноплановости идет по нарастающей И минувший период обучения можно занести себе в актив Итожит майор Александр Мерковский Первостепенное внимание уделяется именно полевой выучке Что для нашего рода войск очень важно Только на практике можно научиться справляться с возложенными задачами Отрадно, что на прошедшем специальном учении личный состав показал, что научился уверенно действовать в самой сложной обстановке Хотя и нагрузки даются солидные, и задачи ставятся неординарные Требующие от командиров подразделения и их подчиненных полной мобилизации Удастся ли сделать очередной шаг вперед? Это покажет предстоящий учебный год, к которому воины-химики подошли с солидным запасом прочности Олег Починюк, Красная Звезда Фото Евгения Половодова Фото Евгения Половодова